Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа Прямой Эфир. С вами Ирина Кузина. 7 по 11 октября на Тверском вагоностроительном заводе прошел второй корпоративный чемпионат акционерного общества TransMash Holding по стандартам WorldSkills High Tech в компетенции «Сварочные технологии». Проведение столь престижных профессиональных конкурсов на базе ТВЗ становится хорошей традицией. А сегодня у нас в студии Олег Александрович Захаров, начальник учебного центра Тверского вагоностроительного завода. Олег Александрович, я очень рада вас приветствовать в программе Прямой Эфир. Здравствуйте! Спасибо, Ирина. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте! Что значат стандарты WorldSkills? WorldSkills – это международное движение, которое своей основной целью преследует популяризацию рабочих профессий. И стандарты WorldSkills – это определенный набор документов, регламентов, правил, которые регламентируют проведение корпоративных и других видов чемпионатов. Начиная от того, на какой площадке, каким оборудованием, какое конкурсное задание, при каких условиях должны участники выполнять конкурсное задание. И в чем преимущество и какой большой плюс этого движения, этих стандартов, в том, что эти стандарты едины для всех. То есть, если чемпионат проводится по стандартам WorldSkills, он будет проводиться по одинаковым правилам и требованиям, где бы он ни проходил. Либо это было в рамках корпорации TransMash Holding, либо в рамках какой-то другой корпорации. И вот эти единые правила дают возможность объективно, впоследствии, сравнить силу участников чемпионата. И идея движения WorldSkills состоит в том, чтобы была какая-то постоянная цель, постоянное стремление выше по соревновательной лестнице. И, например, наш победитель корпоративного чемпионата направится на всероссийские соревнования WorldSkills High Tech, где там будет соревноваться с такими же победителями других корпоративных чемпионатов. Как готовились к соревнованиям? Кто представлял Тверской вагоностроительный завод? Вы немного об этом чуть-чуть начали говорить. Для того, чтобы участники конкурса могли подготовиться, а участниками были представители девяти заводов, которые входят в состав TransMash Holding. По правилам, опять же, по стандартам WorldSkills, им были заранее разосланы конкурсные задания, которые предстояло выполнить на площадке чемпионата. И участники вместе со своими экспертами, наставниками, техническими специалистами имели возможность у себя на предприятиях потренироваться для того, чтобы набить руку в выполнении конкурсного задания. При этом важный момент, что непосредственно само задание, которое на чемпионате они делали, участники, оно было изменено немного по сравнению с тем, что заранее высылается. Это тоже условие, которое оговаривается в требованиях WorldSkills. Со стороны нашего предприятия участвовал электросварщик тележечного цеха Руслан Лобашов. Работает он на участке сборки сварки рам тележек в тележечном цехе. Это молодой сотрудник, он практику проходил на нашем предприятии, устроился, работает на нашем предприятии. И, в общем-то, мы очень рады тому, что именно он и стал победителем этого престижного, ответственного, важного соревнования. Много сил приложили наши технические специалисты, специалисты отдела главного сварщика, его непосредственные наставники в производственном подразделении для того, чтобы он достиг такого хорошего результата. Ну, любой конкурс – это борьба, надо собраться и продемонстрировать себя на все 100%. Как участники вообще справлялись с заданиями? Было ли волнение? Ну, тоже тут, конечно, было волнение, потому что любое соревнование, оно немыслимо без волнения. И это было видно по участникам. Все, конечно, разные люди, кто-то больше переживает, кто-то меньше. Здесь надо понимать еще такую особенность, что конкурсные задания, их было 4 конкурсных задания, это очень разноплановые задания. И, опять же, это одна из идей движения WorldSkills, что если конкурс проходит среди сварщиков, то и задания должны быть не на какую-то узконаправленную специфику сварки, допустим, нержавеющей стали или алюминия, а задания были и на сварку конструкционной стали, и на сварку алюминия, и на сварку нержавеющей стали. Система оценки конкурсных заданий, она предусматривает разделение экспертов на группы, и каждая группа экспертов оценивает свой определенный кусок задания, так скажем. То есть кто-то оценивает соблюдение участниками правил охраны труда, группа экспертов. Какая-то группа экспертов оценивает качество выполнения сварных швов, сварных соединений. То есть оценка работ происходит в обезличенном виде, то есть они не знают, чью работу они оценивают, потому что это иначе было бы очень все странно. Вы уже назвали победителя. Что в конечном итоге дает победа в конкурсе? Какие перспективы на предприятии для самого сотрудника? Ну если говорить о самых ближайших планах нашего чемпиона, то это участие во всероссийском конкурсе WorldSkills High Tech, который будет проходить в Екатеринбурге на площадке Екатеринбург-экспо. Это будет проходить мероприятие с 28 октября по 1 ноября. Традиционно эти соревнования проводятся в Екатеринбурге вот где-то в октябре, в ноябре. Руслан поедет туда в качестве участника и будет представлять корпорацию Трансмашхолдинг, потому что он стал победителем корпоративного чемпионата Трансмашхолдинга. Также, конечно, с ним поедет и наш технический эксперт, начальник лаборатории сварки Башарин Андрей. Помимо этого, в качестве поощрения за высокий хороший результат, конечно, будет выплачена денежная премия нашему победителю. В плане карьерного роста Руслан, конечно, может рассчитывать на своевременное и в соответствии с нашими внутренними правилами повышение квалификационного разряда. Но тут, по большому счету, было бы немножко неправильно сказать, что этого он сможет достичь только благодаря победе в конкурсе. В принципе, любой работник, который у нас проходит процедуру соответствующей обучения и подготовки, он рассчитывает и получает повышение своей квалификации. Ну, конкурс проходил в классе подготовки сварщиков. Для чего он используется? Класс создавался для того, чтобы удовлетворить потребности предприятия в периодической аттестации сварщиков, потому что наш завод является центром компетенции по кузовному производству. У нас очень много сварочных работ. Это в кузове вагона, это и в тележке вагона. И в соответствии с европейскими требованиями, нормами, по которым мы работаем, электросварщики должны проходить периодическую аттестацию для подтверждения своих навыков. Для этого класс используется у нас круглогодично, постоянно, потому что на заводе сейчас работает порядка 800 сварщиков, и представляете, каждый из них должен пройти периодическую аттестацию. Это еще одно важное направление работы. Помимо этого, класс используется для того, чтобы студенты колледжей, которые на практику к нам приходят на предприятие, имели возможность, ну, во-первых, просто познакомиться с сварочным оборудованием, используемым на предприятии, ну, а во-вторых, непосредственно иметь возможность посваривать какие-то детали, элементы. То есть не только в производственном цехе, да, куда они поступили и прикреплены, да, но и на вот такой учебной площадке потренировать свои сварочные навыки. Поэтому это тоже очень важная задача, которую создание класса решило. А я вот слышала, Олег Александрович, что на прошлой неделе на территории Тверского вагоностроительного завода проводили так называемую неделю без турникетов. Расскажите об этой акции. Есть такая акция, она регулярно проходит, это всероссийская акция, проводимая Союзом машиностроителей. Она проходит два раза в год, это весной и осенью, и цель у нее какая? В общем-то, она на самом деле схожа с целью движения WorldSkills, да, популяризовать рабочие профессии. Но если взять немножко шире, да, потому что при знакомстве с заводом ребята же знакомятся не только с рабочими профессиями, а в целом, да, с устройством завода, с людьми, которые там работают. То это популяризация работы на промышленных предприятиях, посмотреть, чем живет завод. Поэтому вот сколько мы работаем, да, сколько мы организуем эти экскурсии. Разные всегда у всех впечатления, но никогда не было такого, чтобы кто-то равнодушным ушел с предприятия. То есть кого-то впечатляет там кран в цехе, кого-то новый вагон, кто-то удивился там этой нашей высокой самой заводской трубе. Но равнодушным никто не уходит. Олег Александрович, а если, например, захочется в дальнейшем попасть к вам на предприятие? Возможность посещения предприятия группами организованными, да, школьников и студентов, она не ограничивается временными рамками вот этой акции, да, недели бестунингета. А что для этого нужно сделать? Собраться, позвонить? В течение всего года мы проводим экскурсии для школ и колледжей города Твери. Для этого нужно что сделать? Для этого нужно, ну, как бы, сказать, организоваться и написать на бланке организации письмо в адрес Тверского вагоностроительного завода на имя генерального директора, как раз, да, Соловья Андрея Михайловича. И это письмо послужит нам сигналом о том, что есть заинтересованная группа лиц образовательной, да, какой-то организации, которая хочет посетить наше предприятие. Для школьников тут, ну, у нас такой есть стандартный маршрут, который вот мы считаем интересным и важным. С колледжами можно проговаривать какую-то уже, наверное, специфику, потому что у ребят может быть специальность, да, либо какой-то свой уклон, там, технологию машиностроения, либо в сварку, либо еще во что-то. И мы тогда маршрут подстроим под их интересы, это тоже все возможно. Поэтому после обращения в адрес ТВЗ мы созваниваемся, да, с коллегами и проговариваем удобный для всех формат проведения мероприятия. Ведь и директор Тверского вагоностроительного завода Андрей Михайлович Соловей, он как раз-таки и делает упор на работу с молодежью. Он возглавляет сейчас Тверское региональное отделение «Союз Маша России». Вот скажите, как эта будет работа в дальнейшем развиваться? Да, все верно. Все инициативы Союза машиностроителей, да, по работе с молодежью, а, кстати, от Союза машиностроителей и другие инициативы постоянно, да, приходят на предприятия. Это по пересмотру профессиональных стандартов. Все они в целом направлены на то, чтобы актуализировать текущие, может быть, какие-то нормативные документы в сфере подготовки кадров. Актуализировать и вывести такой на более другой уровень работу с подрастающим поколением, со школьниками, с студентами. И все эти инициативы, они, конечно, поддерживаются генеральным директором, потому что и он понимает, и все мы понимаем, что обеспечение предприятия кадрами, оно имеет первостепенную задачу. Олег Александрович, спасибо, что Вы пришли к нам в студию и ответили на все вопросы. Спасибо Вам большое. До свидания. А это была программа «Прямой эфир». Встретимся, как обычно, в следующий вторник. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова